Приветствую всех гостей и подписчиков канала. Сегодня радостная весть для всех любителей хоккея пришла из-за океана. Международная федерация хоккея с шайбой сегодня через свой официальный сайт информировала всех о том, что хоккеисты из Национальной хоккейной лиги сыграют на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Говорится о достижении соглашения между Лигой, Ассоциацией игроков, а также Международной федерации хоккея с шайбой об участии хоккеистов в Олимпийских играх. При этом отмечается, что Лига и профсоюз сохранили за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого, возможно, может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Но если честно, мало кто в это верит и жаждет увидеть сильнейших хоккеистов мира на главном старте четырехлетия. Напоминаю, что в 2018 году хоккеисты Национальной хоккейной лиги не были отпущены на Олимпиаду в Кинчхане. Отличная новость. Думаю, теперь у нашего тренерского штаба возникнет головная проблема, связанная с тем, кого включать в состав сборной. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как национальная команда будет готовиться к Олимпиаде. По его словам, учитывая, что Лига до 10 января может принять решение об отказе от участия в играх, будут готовиться два состава сборной России по хоккею, это с игроками Национальной хоккейной лиги и без них. На кону подтверждение высокого звания олимпийских чемпионов по хоккею завоеванных нашими хоккеистами в 2018 году. Также стало известно, что перед Олимпиадой в Пекине Олег Знарок усилит тренерский штаб сборной России по хоккею. Напоминаю, что недавно стали известны соперники сборной России по групповому турниру на Олимпиаде в Пекине. Это будут сборные Швейцарии, Чехии и Дании. Ну а я на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.